Факты мнения продолжают эфир телеканала Кубань 24 в студии Алла Гаража. Здравствуйте. Правительство России определило сроки всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пробная перепись пройдет в этих же числах уже в следующем году. Планируется собрать официальную информацию о численности и составе населения России в целом по субъектам страны, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Для Краснодара итоги переписи могут сыграть огромную роль. Кубанская столица может получить новый статус. Об этом поговорим сегодня с нашим гостем в студии заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Кубанского государственного университета Татьяна Мяснякова. Татьяна Алексеевна, добрый день. Спасибо, что нашли время, пришли к сегодня. По факту мы уже город-миллионник. Вот в сентябре данные были озвучены. Население Краснодара превысило 1 миллион 300 тысяч человек. Эти данные предоставило городское УВД. Но официального статуса нет. Как могут решить этот вопрос данные переписи? Я думаю, что если технология переписи не изменится, то и после 2018 года Краснодар, существует вероятность, что Краснодар не сможет подтвердить свой статус города-миллионника. Почему? Прежде всего, у существующей технологии достаточно большая погрешность. Считается нормальная погрешность до 2,5%. На самом деле она составляет до 20%. В отдельных регионах России она может составлять до 30%, даже до 40%. Дело в том, что кто-то просто не хочет отвечать на вопросы переписи. Кого-то не могут застать дома. Более того, перепись ориентирована на так называемое ночное население. То есть только на людей, которые не просто постоянно проживают в городе, но и находятся по месту проживания. На самом деле, часть населения приезжают из пригородов на работу, часть временно проживают в городе Краснодаре. На них мы тоже должны ориентироваться. Кроме того, иногда люди приукрашивают, преувеличивают, либо преуменьшают действительность. Особенно это касается количества детей, количества людей пожилого возраста. Поэтому, конечно, перепись может дать очень большую погрешность. То есть говорить о точности информации, к сожалению, мы не можем, но тем не менее, вот именно только эти данные могут признать этот статус, так? Безусловно. Более того, перепись важна тем, что она показывает сразу несколько очень важных характеристик, которых нельзя получить другим способом. Поэтому при проведении переписи населения мы сознательно идем на определенную погрешность, для того, чтобы, например, можно было сравнить данные переписи за прошлый раз, за текущий раз, для того, чтобы можно было сделать прогнозы. Ну, получается, что новый статус власти Краснодара пытались и во время прошлой переписи в 2010 году получить, но тогда реально население оценивали в миллион двести, но по факту результат оказался намного скромнее. Все по тем же причинам, да, получается? Ну, это связано в том числе и в тем, что люди приходили проводить перепись, им просто не открывали дверь. Или же, например, не говорили, сколько детей в семье, сколько проживают родственников в квартире, потому что это связано, ну, например, с какими-то потом дальнейшими последствиями, например, финансовыми санкциями, если комната сдается приезжим. Не учитываются миграционные потоки. Так, все понятно. Если всероссийская перепись населения подтвердит все-таки цифры, да, если погрешности не будет, то население города за 14 лет, получается, выросло в два раза. Основные причины, почему Краснодар растет. В среднем, вот, прирост населения составляет 24 тысячи, из них только 4-4,5 тысячи, это естественный прирост, то есть рождаемость. К счастью, по рождаемости, мы вышли сейчас из демографической ямы, детки рождаются, это очень приятно. Вообще, Кубань – это регион, который ориентировал на крепкую традиционную семью, на рождение двух и более детей. Но все-таки основная масса – это мигранты. Причем, если мы говорим именно о городе Краснодаре, это как внутренние мигранты, имеются в виду мигранты из муниципальных образований региона, это мигранты из других регионов Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья. Ну, например, события в Украине привели к тому, что часть украинцев приехали в Краснодарский край, в том числе Краснодар, у нас достаточно тесные связи, у нас семейные связи с украинцами. Поэтому, конечно, различные события внутри страны и за их пределами обуславливают приток мигрантов в Краснодарский край, в том числе в Краснодар, потому что Краснодар позиционируется все-таки как достаточно крупный город, где можно найти жилье, где можно найти работу. То есть он для мигрантов достаточно привлекателен. Если все-таки данные переписи подтвердят, что мы город-миллионник, и что здесь проживают более миллиона человек, давайте говорить о том, что же все-таки городу это даст. Ну, на самом деле, в основном, кроме каких-то имиджевых вещей и огромную гордость за любимый город, каких-то финансовых преимуществ это не дает. То есть официальный статус города-миллионника не дает ни прав на получение каких-то дополнительных федеральных субсидий, ни на строительство метрополитена, хотя это очень часто обсуждается населением. В основном это такая психологическая черта, то есть осознание того, что Краснодар является одной из российских столиц, столицей региона, крупным южным городом, который может конкурировать с другими вот такими городами-столицами. Это может улучшить имиджевые показатели Краснодара, это сделает его еще более привлекательным для мигрантов. Ну, на картах на всех город Краснодар будет отмечаться более крупным кружочком, что тоже очень приятно. И я думаю, что на центральных каналах, когда будут объявлять погоду, тоже будут объявлять погоду и в городе Краснодаре. Но в основном это именно имиджевые вещи. Вот у меня заготовлен далее вопрос, что даст это обычным людям? Я так понимаю, вы сейчас на него ответили, да? Это гордость за наш город и не более того? То есть дорог больше не станет, школ больше не станет? Понимаете, понятие миллионника это некая психологическая граница. То есть если в Советском Союзе города-миллионники действительно получали финансовые льготы, там более активно велось строительство, сейчас в нашем законодательстве это не закреплено. Тут надо говорить о том, что не просто город-миллионник, а сверхкрупный город, который нуждается в развитии инфраструктуры, в строительстве новых школ, детских садов, новых больниц и так далее. То есть город-миллионник это некая психологическая черта. Город растет и вот этот вот рост города, все равно будет ли это 999 тысяч или 1 миллион 1 тысяча. Он дает определенные преимущества, но он вызывает, есть такое понятие в экономике города, дезинтегрирующие силы развития городов. То есть это нарастание недостатков проживания в крупном городе. Вот к ним мы с вами плавно перешли, все-таки минусы, минусы большого города, мегаполиса. Минусы это перегруженность дорог, то есть у нас сейчас средняя скорость движения по дорогам 24 км в час в пробках, ну это в среднем по всему городу, 14 км в час, это конечно очень мало для комфортного передвижения по городу. Это загрязнение окружающей среды, это достаточно большое давление пригородов на развитие города, это конфликт интересов между центром города и пригородами. То есть эти проблемы характерны для любого мегаполиса при его развитии. Это перегруженность дорог, это развитие пригородной зоны, которая также связана с перегруженностью дорогами. Это большая привлекательность для мигрантов. С одной стороны это плюс, потому что город разрастается. С другой стороны могут возникать некоторые конфликтные ситуации между коренными жителями и мигрантами. Надеемся этого не произойдет, но мы с вами уже затронули вопрос о том, что во времена СССР именно статус мегаполиса давал городу право, было закреплено такое право строительства метрополитена. В нашем случае речь об этом мы не ведем, но у нас есть такой проект развития наземки. Он насколько облегчит ситуацию, насколько он нам поможет? Безусловно, облегчит ситуацию. Наземное метро. Город страдает без надземного метро. В принципе, никто не запрещает строить подземное метро. Просто оно будет намного дороже. Кроме того, Краснодар находится на таких почвах, что строительство подземного метро, безусловно, связано с дополнительными рисками. Поэтому надземное метро это хороший выход. Кстати, я должна сказать, что по России Краснодар обладает одним из лучших трамвайных парков. То есть по протяженности трамвайных путей, по количеству маршрутов, по частоте маршрутов, по состоянию трамваев. Сейчас частично функции надземного метро взял на себя трамвай. Но, безусловно, надземное метро нужно. Какая должна быть все-таки инфраструктура для города-миллионника и насколько мы отстаем? Насколько лет Краснодар отстает? Что нам еще необходимо сделать? Над чем работать, чтобы все-таки к этому прийти? На самом деле, с чем сравнивать? Если мы будем сравнивать инфраструктуру Краснодара с инфраструктурой мировых столиц, мы отстали лет на 50. Да, потому что у нас не применяются зеленые технологии, у нас нельзя пить воду из-под крана, просто без всяких очисток, налить стакан и выпить. У нас существуют всем известные шанхайчики. У нас очень большая перегруженность дорог, при этом людям не предоставляется альтернативы, например, возможность перемещаться на велосипедах, что уже сделали мировые столицы. Если мы будем сравнивать инфраструктуру со столицами регионов Российской Федерации, на самом деле в Краснодаре все дело не так плохо, но мы где-то в серединке вот этого рейтинга. Не так плохо, это уже хорошо. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна, что пришли к нам сегодня. Напомню, в гостях у нас была заведующая кафедрой государственного муниципального управления Кубанского государственного университета Татьяна Мясникова. Таким было сегодня мнение. Всего вам доброго и до встречи на канале Кубань-24. До свидания.